друзья всем привет сегодня буду заниматься оценочками оценочки приобрела в прошлом году они были без корней и так не этот а вот этот у этого торчал край листочка который потом вот так вот засох вот и я подумал что точка роста все листик усохнет он продолжил листик расти и вот этот кончик засохший отрос и все в порядке так в общем с прошлого года и это два сорта вообще должны быть два тут не подписаны но вообще должны быть два этих как императора но они там немножко разные маленькие императоры знаете желтенькие такие бабочки один вот шестьдесят три а тут b57 наверно разные должны быть взяла их недорого как сказала в прошлом году что мы тут за год за чуть-чуть нарастили корешков но сейчас у нас вообще хорошая погода хорошее время для роста и развития не нужен живой мух никак я его не могу добыть остатки у меня уже можно сказать жимового мхата зеленого зеленого нет и все ждала ждала но думаю ждать уже не хочу и не буду посмотрим что у нас тут на данный момент тут какой-то был видите корешочек какой-то внутри живой был видим их особо не было на то на оценка сейчас посмотрим что тут у нас разберем костики и посадим посадим стаканчики как закрытую систему какой-то большого прироста нет но и не все так плохо что-то мы до вырастили собственно в конце сезона не уже мой телефон сказал что паницы нет а я тут все записываю а водичка фильтрованная дольем тепленькая пошла так сюда мы и куда я дела ну маруся вроде все принесла так как я буду замачивать орхидейки и корнями и листвой и друзья мои я буду добавлять сюда и померила водички мне хватит померила вкунов орхидейку так как будут они у меня здесь купаться и ботвой и корешками добавляю сюда и пин пару капель так же добавлю пару капель рыбава не выдавить бы много а то как так уж нажаться ну вот три ну ладно пусть будет три капли и отправляю сюда орхидейки плавать минут на 20 пусть киснут все пока так будем доставать почищать сейчас очищу покажу что по итогу получилось друзья нашла тут немножко маха еще зеленого готовлюсь к пересадке я еще не знаю что мне точно понадобится поэтому мне здесь все так взяла стаканчики померила они все таки кремево не богатые вот очистила что осталось взяла стаканчика день побольше другой поменьше этот 500 многовато все таки этот 300 будем брать 300 и объем выбирать если что все стаканчики покупались то есть где на озоне где навал берите так кручим такие стаканы сейчас на штатив поставлю ну что ж поехали значит будет закрытой системы если вы поняли керамзит одно слой небольшой и на него все промыто друзья все изначально промыто нескольких водах это важно я использую уже промытые субстраты смотрите также беру кокосовое волокно как-то показывала вам когда промывала кокосовое волокно вот такое измеряла показатели солей тдс метром замачивала измеряла оставляла замеряла воду показатели росли после чего опять меняла воду показатели вроде на первый взгляд падали но это такое явление временное когда волокно уже более размокло я его оставляла там почти на большой на длительный промежуток времени все соли выделились а солей там прилично поэтому если кто-то до сих пор думает промывать или не промывать нужно промывать и даже я будучи промываю все субстраты не имея этого приборчиков тдс метра я промывала субстраты перед посадкой но не так видимо тщательно почему потому что с недавних пор я тут занялась такой таким действием я все свои старые посадки да и новые я промывала в них грунт замачивала выливала также воду и заново заливала и показатели где был один из компонентов кокосовое волокно или кокосовые чипсы в таких посадках они были гораздо выше чем других то есть я промывала чипсы мне казалось что тщательно нет друзья не настолько тщательно как все-таки нужно было поэтому сейчас я все измеряем этим тдс метром развожу хочу попробовать эту кору развожу удобрения смотря именно на показатели тдс метра по солям нежели на то что говорит производитель и пишет на упаковке взять допустим тот же монофосфат калия вот такая кора ну такой не очень крупная да вот если он идет один грамм на литр я делала измерение этого удобрения ходила за секатор а я делала измерение этого удобрения при одном грамме на литр показатели ppn зашкаливали где-то в районе 900 единиц было при нужных максимум 250 в летний период вот представьте как мы ждем корни орхидеи поэтому если даже уже и пользоваться этим монофосфатом но я не знаю один грамм наверное на пять литров понимаете далее сейчас когда вы мало промыла посадки для меня это очень важно я не хочу за засаливать грунты заново я сейчас очень внимательно стал относиться к удобрениям разводить их совершенно иначе есть удобрения которые идут с пометкой bio они не настолько засаливают субстраты но они не настолько быстро действующие как минеральные так что вот тдс метр стоит в районе 300 400 рублей я думаю всем по карману можно разово его купить и пользоваться что в принципе мы сейчас и делаем вся группа наша ватсапе все девчонки купили себе тдс метры и измеряют показатели воды удобрений которыми они пользуются я смотрю не только наши девочки я смотрю сейчас очень много блогеров но это как поветрие кто-то начнет и следующие подхватывают начинают говорить о солях в удобрениях как ими поливать как промывать посадки в общем вот такое себе сами знаете один сказал все понеслась мне не жалко лишь бы на пользу так вот сюда порезала крупную кору этой кору я давно тоже пользуюсь девчат я вот рассказываю как есть да кому-то это нужная информация кому-то это не нужная информация кто что пишет то вы достали одно и тоже говорить вот просто там три видео подряд ты ты там напоминаешь упоминаешь одно и тоже кто-то присоединился только что на канал понимается и задает вопросы то есть одному кому кому-то уже надоело это слушать а кто-то это не слышал и задает вопросы понимаете поэтому все рассказываю эту кору я вам уже многократно показываю много лет уже в нее сажаю стоит дешево бюджетно идет большими кусочками вы могли видеть но они там разные конечно же фракции я ее режу в зависимости от той посадки которую я делаю если это маленький объем я режу поменьше большой объем я могу прям крупный положить на низ вот все равно я выкладываете порезала крупнее кору нежели вот наверх у меня пойдет этот пойдет у меня наверх оставляю скрины с видео с названиями допустим оставлю также про промывку субстратов чтобы вы сами могли увидеть про удобрение оставлю скрины какие показатели вообще про все это я оставлю скрины с названиями который вы можете самостоятельно брав поисковики найти и посмотреть так то есть на дно сейчас я положила более крупную кору в это только что видели дальше я возьму мох зелененький тоже буду укладывать его сейчас по периметру осадочки у меня немножко отличается я все равно не делаю один в один где-то так сделай где-то так сделал я тоже ищу для себя что-то может быть лучшее иногда лучшая враг хорошему все это тоже да 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 имеет место быть сейчас мы его немножко утопим туда на границу кокосового волокна вот тоже много чего учусь учусь и на своих ошибках и на чужих ошибках тоже смотрю видео было время вообще никого практически не смотрела никаких блогеров сейчас немножко времени было побольше прямо кунулась в этот мир орхидейный очень много новых для меня блогеров оказывается есть очень многие понравились открытие для меня замечательный человечек марина канал эстетика орхидеи ой вообще такой человек творческий это что-то ну вот она к нам даже в группу пришла я чему я очень-очень рада еще напомню что у нас есть группа в от сапе всех всегда приглашаю всех желающих присоединиться кто любит пообщаться на разносторонние темы друзья на мох я прокладываю циафлору муты мне так нравится именно на мох во первых она меньше просыпается туда во вторых она балансирует влажность намокание мха и вот между собой вот они прям не очень нравится как ведет себя циафлора на мхе ну вот и сверху присыплю вот такой корой из этого пакета я первый раз это корой использую достаточно воздушная друзья посадка вот он даже легкий стаканчик даже легкий так сейчас точу нормально чуть-чуть протолкнуть еще понравился канал татьяна востоку их какие у нее орхидеюшки в плане того так цветут пышненько так что до ознакомлюсь с новыми лицами блогерами с новыми каналами когда есть возможность посмотреть теперь смотрю и всех вас тоже приглашаю нашу группу ватсап как я сказала у нас у нас очень позитивно хорошо все по-доброму мы друг другу помогаем и словом и делом вот организовали закупку девчата вот этой коры бюджетный и химию японскую до химию японскую тоже дешевле получается нежели покупать у продавцов да и всегда там где-то у кого-то что-то там продается магазине девчонки купи и мы друг другу помогаем купить отправить здесь будет аналогичная посадка так что если хотите приходите химию я там тоже понабрала дабл фейс взяла этот моспилан в гранулах взяла бенлаты взяла фунгицид и все дешевле все равно получилось нежели так там объем это большие так тебе столько не нужно а так на всех взять раскидать потом отправить и все есть то же самое общем такая же будет аналогичная друзья посадка мы на сделаю без вас и покажу если группу к нам соберетесь у нас но молчанов я сразу говорю мы не любим это не значит что надо говорить 24 на 7 но и не молчать если хотите пишите мне номер телефона на почту вот я вас добавлю с удовольствием если вы добрый позитивный человек все друзья я посадила две орхидеечки крышков пока не очень наблюдается стеночках но не пролезут всего час на уберет эти наклеечки легкие воздушные посадочки люблю еще класть на поверхность чипсы но в этот раз решила использовать эту коробку смотреть на нее слой вот такая вот пересадочка вот семечек будем наблюдать спасибо что остаетесь со мной до новых встреч друзья